Здравствуйте! В эфире программа «Открытый диалог». Я не стану играть героя, которого не смогу оправдать. Таков подход к своим ролям нашего сегодняшнего гостя. Вместе с тем он сыграл беса, причем очень натурально. Поговорим сегодня с актером театра и кино Георгием Фетисовым. Здравствуйте, Георгий, большое спасибо, что пришли сегодня к нам. Георгий, вот тот самый бес, которого вы талантливо сыграли, ну это моя личная, конечно, оценка, но я думаю, что я не одинока в ней, которого вы сыграли в фильме «Монах и бес», говорит, прежде чем взлететь, следует упасть. Вы сейчас в каком направлении летите, либо зависаете, может быть? Хороший вопрос. Я думаю, что я забрался на какую-то такую территорию, это не падение и не взлет, это какая-то такая горизонтальная линия, где я чувствую, что какое-то время на ней еще посуществую, поживу. Какой-то этап у меня в жизни такой. Нет такого яркого взлета, что-то куда-то, какого движения наверх. Такое хорошее, очень ровное состояние. А хочется? Конечно, хочется, чтобы было развитие всегда. Я думаю, что оно рано или поздно должно случиться, потому что человек не совершает каких-то таких очевидных ошибок для себя и для других, то как-то должно что-то произойти. А что из-за ошибки могут быть, которые могут помешать взлету? Что касается профессии, наверное, у меня был очень сложный период, когда я был вынужден уйти из театра. Какое-то первое время, потому что я работал в театре школы драматического искусства 16 лет, но и был постоянно в такой плотной очень занятости и работе. И потом, когда возникает такая пауза, хотя после «Монаха и беса» была работа в кино довольно такая плотная, но самого по себе театра мне не хватало. И буквально, может быть, недавно, пару лет назад я только вернулся опять к жизни в театре. Где вы сейчас служите? В таком стационарном театре у меня нет. Я там какие-то репризы, где-то еще. Да, но вы, насколько мне известно, вы работаете и в театре «Ять». Да, я вот у Олега. Вы давно с ним стали сотрудничать? Буквально год назад мы начали репетировать дядю Ваню, где я играю Астрова. На мой взгляд, это получилась довольно неплохая работа. Конечно, мы редко играем его, но я думаю, что у спектакля есть перспектива и возможность для роста, для развития, чтобы как раз он там взлетел, этот спектакль. Вот ваш герой без «Легион», он достаточно такой ведь искусительный по своей природе, но так и должно, в принципе, быть. А ведь актерская стезя, актерская профессия, она тоже искусительная. Огромное количество соблазнов. Ну что? Да, поддаётесь. Конечно. Нет, уже, поскольку я сыграл его таким зрелым уже человеком, не таким, как, допустим, после института, когда ты в Тоху Асаки, главная роль, когда опорница. А да, у меня уже там какой-то был опыт, понимание, и вообще ради чего я это делаю, что такое профессия, там, что там такая известность, хотя я там не скажу, что я прям там суперизвестный или ещё что-то, но я как-то очень спокойно, вовремя всё пришло. Всё пришло вовремя, да. А всё-таки чем вы оправдали для себя «Легиона», почему стали его играть? Я знаю, что вы попросили благословения предварительно, да, чтобы играть эту роль, чтобы работать над ней. В чём состояло оправдание «Легиона»? Ну ведь, если там говорить, да, то по всем догматам и канонам у беса вообще нет никакого шанса на исправление. Да, по церковным догматам. Нет. Действительно. Нет. А тут это такое авторское высказывание Юрия Арабова, где он делает эту фантасмагорию, где он всё-таки даёт этот шанс на изменения. А это неважно, там исходит ли. Каким образом, да? Неважно, каким образом. Тут как бы, если так говорить, высокопарно и пафосно, это всё-таки промысел Божий, а там уже неважно. Главное, что оно произошло. Если и... У меня все вопросы сразу отпали, когда я прочитал сценарий, и особенно финал, потому что к чему всё приходит и ради чего всё сделано. Ну, мы знаем массу примеров из художественной литературы. Там есть Мефистофель, есть ещё какие-то другие персонажи, где они как функционально работают на другой смысл. Они оттеняют, в общем-то? Конечно, да, да. Вот то, что действительно свято, то, что дорого. Да, и если говорить о профессии, то я же ведь понимаю в целом всю конструкцию, как она устроена. Я не играю зло ради зла, пугать кого-то. И вот ваш герой, он, когда изменился, я в нём увидела ребёнка. Он превратился для меня в ребёнка такого немного пугливого, строптивого, но всё-таки с пытливым умом. И вот состояние ребёнка, оно, наверное, ключевое для каждого из нас, жизни каждого из нас. Вы часто обращаетесь к этому состоянию? Поражаюсь иногда сам себе, что за свои 42 года обязательно актёрское сознание должно быть детским, непосредственным. здесь и сейчас непосредственные реакции и ощущение жизни. Ну, такое. Почему говорят, что там часто говорят о том, что актёры – это дети, да, и так далее, анимы и так далее, всё прочее. Но если говорить о самой профессии, именно такое сознание должно быть у актёра, детское. Да, действительно, открытое, детское. Даже какой-то брутальнейший актёр, который, я не знаю, Сергей Фёдорович Бондарчук, всё равно он должен верить в то, что он делает. Взрослый, солидный человек, да, гениальный режиссёр. Но войти в это, ну, как сказать, должно быть что-то внутри, такое вера. Это, в принципе, по жизни полезно каждому из нас. Конечно, обязательно. Это обнуление, способность познавать что-то новое, не зарастать скорлупой. Абсолютно верно, вот этими убеждениями, догмами. Смотрите, вот отправной точкой в вашей актёрской судьбе можно, наверное, считать тот момент, когда вы, будучи ребёнком, приехали с родителями на Красную площадь и чётко так заявили, я точно не знаю, сколько вам тогда было лет. Мама говорит, три года. Три года, да? Вот вы тогда заявили, что будете актёром. Что тогда заставило ребёнка вдруг так смело заявить? Хотя какая смелость? Просто, наверное, услышал себя. А вы знаете, я это вообще, я бы посоветовал родителям... Обращать на это внимание. Почаще прислушиваться к тому, что дети говорят о себе. Не в смысле, а кем ты хочешь стать. Потому что девочки говорят, балерина, мальчики космонавтам, это понятно. А просто, как бы, где вот он, ребёнок, в чём его сила, на что он обращает сам внимание. И он сам для себя может сформулировать то, к чему он стремится. Подсознательно ли там, или как-то... Ваши родители тогда обратили внимание? Да. Я благодарен и отцу, и матери за то, что они мне не мешали. Но в то же время вся ваша юность, она была в спорте. В спорте. Вы спортсмен, по сути, своей. Да. И такие большие надежды можно было на вас возлагать, как на спортсмена, если я правильно понимаю. Да, я сам по себе, как раз, если говорить о взлёте, я был в такой хорошей форме спортивной, в таком пике. И, видимо, всё не случайно, я как раз на этом пике получил травму. В таком пике? Да, спортивную такую. И я на год выпал, восстанавливался. А как восстановление проходило? С помощью чего восстанавливались? Ничего не делая? Или всё-таки... Нет, я делал, но я не мог так серьёзно заниматься. Не мог участвовать в соревнованиях, не мог слишком большие физические нагрузки делать. И я... Ну, я был... Ну, я приходил на тренировки, но делал что-то другое. Не такое активное. А за этот год мои сверстники, друзья, так быстро, далеко убежали в этом смысле спорта, что я понял, что это уже не моя дорога, и мне надо заниматься чем-то другим. И я принял такое решение, что я буду поступать театрально. И это год я... Потом следующий год я готовился к поступлению. И в этот период вы жили в Красноярске. Да. Правильно я понимаю, да? Да, 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 совершенно верно. Почему именно Москву выбрали? Ну, а где? А где, естественно. Где ещё? Где ещё? Вся Мекка. Вся Мекка. Театральный кино... В Москве. Ну, это, на самом деле, такой очень популярный сюжет в жизни многих актёров, там, абитуриентов, которые вот едут в Москву за тысячи километров, да, и возлагает большие надежды. Ваши надежды какой величины достигали, когда вы ехали в Москву поступать? Максимально. Хотя я мечтал поступить в Щукинское училище, либо в Анхат. И когда, я помню, я приехал довольно поздно, по незнанию, потому что во всех уже театральных институтах были практически сформированные курсы. И я, помню, я пришёл в Щукинское училище на преступительные экзамены, прочитал, и все педагоги, они смеялись, как-то хорошо. А я так разошёлся. И он говорит, молочек, вот у нас такой парень уже есть на курсе, сформированный. Я не знаю, там, слукавили они или нет, но, говорит, вам обязательно надо заниматься этим. И я такой, я взлетел, я на крыльях счастья, мне такое сказали, я пошёл дальше. Ну, и потом вот мне повезло, там, я поступил... Вы в тот же год поступили? Да, в тот же. С каким репертуаром вы поступали? Я читал Багрицкого и Пушкин падает, там, басню Крылова Волка и Гнёнок. И я читал Мастера и Маргариту, монолог мастера, когда он встречает Маргариту с жёлтыми цветами. А вы помните, какие у вас были первые уже роли, что вам давали в студенчестве? Что начинали играть? Каким вас видели педагоги? Да. В основном мне давали такие комедийные роли. Комедийно-характерные роли, потому что я на самостоятельных всяких там этюдах, работах довольно хорошо в этом проявлялся. Бальзаминово. На втором курсе уже сразу начали делать всём дипломный спектакль. Бальзаминово потом... Самого Бальзаминово? Да. Но на четвёртом курсе мне дали очень серьёзную философскую роль. Такого философа-умыслителя. Это из-за пьеса Джон Бойнтон Присли, автор «Время и семья Конвы». И там я играл Алана, который такой... Тоже характерная роль, но она не комедийная. Хотя он забавный. А вы себя кем чувствуете? Комиком? Или... Ну, я, безусловно, с юмором, в смысле проявления актёрских. Но... Ну, какая-то драматическая. Ну, да, да, да. Она всё-таки вам интересна не работать. Да, очень интересна. В особенности в Чехове. Вот сейчас недавно... Ну, вот там Астров. Не лишён драматизма. Потом недавно мы в электротеатре Станиславский показывали пьесу Вани Ворыпаева «Летние осы кусают нас даже в сентябре». И там тоже я играю Марка. И первая половина пьесы, он довольно забавен, а вот во второй половине он переворачивается, доходит до трагизма. Вот такое. Мне нравится, где есть контрасты. Когда есть вот такая вот трансформация. Да, да, да. Когда нет однозначности какой-то. Хорошо. Спасибо большое, Георгий. Мы сейчас прервёмся на небольшую рекламу, а далее вернёмся в студию и продолжим «Открытый диалог». Оставайтесь с нами. Продолжаем «Открытый диалог» и продолжаем беседовать с актёром театра и кино Георгием Фетисовым. Георгий, скажите, пожалуйста, а вот с течением времени ваши предпочтения тех или иных ролей, они как-то менялись? Чего хотели в начале своей актёрской профессии? Чего хотите сейчас, уже будучи таким зрелым актёром? Вы знаете, у меня никогда не было такого, что я хочу, прям мечтаю сыграть вот именно эту роль. Да что вы! Ну, когда она, вот поначалу, исходного такого не было. Вот я пойду и буду играть эту роль точно, обязательно, прям буду всё для этого делать. Потом, когда я уже отучился, пошёл в театр, я уже начал задумываться, что бы мне хотелось так сыграть, прям вот интересно. И я понял, что у меня аппетит приходит во время еды, когда вот я начинаю что-то прям репетировать. И мне прям очень становится интересно, я прям вхожу туда и уже начинаю подробно, глубоко изучать, там, копаться, и хочу именно это сделать. Ну, у меня была какая-то такая история, когда я прям, ну, не фанатично, но очень серьёзно хотел сыграть Чацкого в «Горе от ума». Да, кстати, Чацкий. Потом, одна моя мечта осуществилась, я сыграл Отелло. Да, может, не скрывать своё удивление, потому что я совсем не подхожу на эту роль, но благодаря тому, что я учил своего режиссёра Анатолия Александровича Васильева, и такой его подход к театру, его взгляд на театр, не то, что его взгляд, а то, что он знает про театр и про профессию, позволяет человеку даже неподходящему, внешне я имею в виду, для роли, неважно какой, позволяет сыграть её. Достать что-то, вот это из себя. Сделать так, что люди увидят роль саму по себе, какова она есть, как она написана. Не придумать, а прям то, что имел в виду автор. А как мы можем знать, что имел в виду автор? Для этого есть маячки в пьесе, подсказки. Они не такие, они разбросаны, как такие, ну, как сказать, пункты, указатели. И за счёт профессии, за счёт того, что ты знаешь, как это увидеть, и как это сделать, как это осуществить... Это нарабатывается? Это нарабатывается, это практика. Или это всё-таки талант должен быть какой-то, увидеть, что хочет сказать автор сценарий? Это ремесло плюс талант. То есть ремеслом талант накладывается. То есть, как сказать, безусловно, нужен талант, конечно, но ремеслом ты можешь больше позволить таланту проявиться. Да, опыт, от него никуда не денешься. Конечно, это практика, это нарабатывается. Да. А у вас всё-таки были роли провальные? Вот то, с чем вы не справлялись? Да, один раз я репетировал роль, и я сразу понял, что это как-то вот совсем не моё. Вот совсем не моё, не моё, и никак не получалось. И я не понимал. Вам её дал режиссёр? Да, предложил режиссёр. И как-то совсем она не шла у меня. И я потом так понял, что это не то, не то, не то. И хорошо, что у меня был второй состав. Я так спокойно вышел из спектакля. Как вы это объяснили тому же режиссёру, что это не то? Что это не ваше? А вы знаете, тут не надо ничего объяснять. А просто положил сценарий? Нет, я играл. А он даже играл? Играл, да. Но я понимал, что... И я понимал, и режиссёр понимал, мы так откровенно были думали, что это не то. Но как бы из взаимоуважения я играю, я не ухожу, он мне тоже не говорит «Уходи». Я играл, но потом я понимал, что нет, 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 давайте я лучше выйду из спектакля. А вообще вам, как актёру, нужна поддержка в виде похвалы? Как сказать? Это не совсем похвала. И не то, что похвала, вот молодец, ой, как классно. Да, да. А это какой-то такой диалог, когда ты же открываешься. Это же такое исповедальное существование. И когда человек, режиссёр, если он чуткий, если он видит, что вот сейчас хорошо, и вот это развивать, вот это вот... И тогда ты тоже начинаешь ещё дальше раскрываться, ещё дальше раскрываться. Ну, это подсказка во время работы. Во время работы, да. Да, действительно. А вот когда результат уже какой-то есть, вы отыграли какое-то число спектаклей, здесь вот, ну, хочется же какой-то обратной связи. Хочется, да. Ну, скажите мне что-нибудь там, ну, плохо, хорошо ли? Хочется услышать, что хорошо. А может быть, хочется услышать действительно правду? Правду. Хочется услышать правду. Как сказать? Это такой вопрос очень тонкий. Опять же-таки, кто-то из дружбы, допустим, не говорит всю правду. Да? Кто-то, наоборот, из дружбы же, говорит всю правду. Кстати, извините, а вы к какой категории относитесь? Я говорю всю правду. Ну, понимаете, есть похвала, а есть похвала. Да, да, да. Или лучше всегда... Я предпочитаю не хвалить или не ругать, а конструктивно говорить про профессию. Или, наоборот, когда удивляешься, думаешь, ты так никогда не видел человека в таком проявлении, думаешь, и приятно зайти в гримерку и сказать, круто. Вот вообще. Когда вам говорят неприятные вещи, как актеру, как человеку, что вы испытываете? Я просто... Смотря кто это говорит. Если это говорит человек профессиональный, мною уважаемый, которому я доверяю, тогда я не критикую, да, что ж такое, я не обижаюсь. Ни в коем случае не наступает. Наступает такой момент внутренней работы. Почему? За счет чего? Где? Как? Ага. И начинаешь пробовать то, что тебе предлагают и советовать. Если это получается измениться, то спасибо, говоришь, внутри. А если это просто какое-то там умничание, мне не нравится, ну ты вот, ты подел, сам сделай или сама там, да? Да, 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 да. Смотрите, Георгий, вот в одном из своих интервью трехлетней давности примерно, возможно, ошибаюсь в этих сроках, но примерно так, вы сказали, что пока еще вы находитесь в начале своего пути, три года назад примерно, да? Какие должны быть результаты, чтобы вы сказали, ну, в общем-то, это уже середина, ну, в общем-то, это уже две трети, или одна треть. То есть, чтобы вы ушли от этого вот, от этого начала, чтобы пошло движение? Я думаю, что невозможно так сказать. Вы всегда будете в начале пути? Смотря про что говорить. То есть для меня это такое, не такое движение по прямой, это такое спиральвин, да. То есть ты здесь находишься, и ты в начале, но потом ты проходишь путь, ты уже в другом месте, но все равно ты как бы... Понимаете, такая профессия, надо быть всегда... Ты можешь измениться, ты можешь взрослеть, меняться как-то, да, но ты всегда должен быть в такой форме включенной, в готовности. Если ты зарос, пришел на опыте, на авторитете, это как бы совсем другое. Хорошо, но чтобы быть вот этим вот, вот таким вот включенным в процессе, каких нужно регулярно достигать результатов? Нужно быть постоянно в процессе и репетии, и в практике, в постоянной. Ну, процесс – это одно, а результат – это вот, который вот уже все, можно зафиксировать, оно есть. Ну, результат – это такая же вещь, это как сказать, ну, допустим, ты что-то делаешь, что-то делаешь, и такая обратная связь от людей, от востребованности, от зрителей. Это такое, ты делаешь, не ради того, что сейчас вот мне надо набрать лайки или еще там что-то, да, а ты делаешь, потому что ты не можешь это не делать. Просто не можешь. А результат, он сам по себе случается. Да. Вот так вот. Ты просто находишься в процессе их. Это как взаимодействие, отношениями, да, ты там, кто-то ходит, ищет, ищет себе там любимого человека и все время придирается, уже нашел, и нет, это не то. И все равно, да. Да, и все равно. А если ты перестаешь искать, ты просто живешь честно, искренне и встречаешь человека, и как бы вы идете дальше вместе. Просто идите дальше. Да. Смотрите, вот у актерской профессии ведь есть не только светлая сторона, но и темная сторона. это и моменты забвения, и разочарования, и ожидания. И, наверное, вы еще можете добавить в этот перечень что-то. Темная сторона насколько часто проявлялась в вашей актерской жизни? Это такая зависимая профессия. Зависимая. ты зависимая, поэтому ты зависишь от того, что тебя приглашают. От работы агента. От работы агента, от удачного, неудачного сценария, от удачного, неудачного режиссера. В конце концов, ты зависишь от себя самого. Да. В хорошей ты форме и так далее. Ну, там, вот я хотел стать актером. Ты им стал. Такой вы видели актерскую судьбу свою, когда хотели еще в начале своего пути стать этим актером? Ну, поскольку я такой, сейчас я не такой торопыга. Раньше я был больше, больше торопился, быстрее, хотелось сразу еще, еще вот, вот прям сейчас, прям сейчас уже надо, прям сейчас. Сейчас я понимаю, что нет, терпение надо. Колоссальное в этой профессии. Не то, что ждать, а дело, дело, делать, но иметь терпение. Вы удачливый актер? Да, я удачливый актер. Ну, в смысле, по контакту предложений, по ролям. Конечно, хотелось бы больше. Всегда такое. Есть еще, хочется, еще хочется востребованности большего, большей занятости. Это всегда. Но на данном этапе, да, мне не на что жаловаться. У вас есть наставник в этой профессии на сегодняшний день? По-прежнему им остается Анатолий Александрович Васильев. Вам важно наличие наставника? Да, важно. Ну, в данный момент я с ним, нет такого, мы с ним не встречаемся, но всегда я периодически возвращаюсь к тем записям, которые он... к тому, к тому, что он говорил. Да, и вообще сам взгляд на театр, подход, ну, или на кино, сама мотивация. Все время это со мной есть. Всегда. Каким вы видите свой дальнейший рост, свое собственное развитие как актера? Ведь ему всегда нужно учиться, ему всегда нужно развиваться. Какие это инструменты должны, что использовать нужно для этого роста? Репетируйте, репетируйте, репетируйте. Вы знаете, я еще так случилось, что за последнее время я принимал участие как режиссер. Ну, не как в смысле это мой проект, как режиссера. Да, но именно какая-то такая педагогическая режиссерская работа была у меня за последний год мною проделана. Я в момент режиссуры или педагогики я тоже учусь как актер. Отдавая? Отдавая, я понимаю, что ага, вот, можно самому так же вот в эту сторону пойти. То есть ты тоже для себя как для актера делаешь эти открытия. Ну, это действительно такое действенное. Да, да, конечно. Для меня сейчас это такая большая подпирка как для актера. И потом очень важно для меня рядом когда очень сильный партнер. Потому что ты в этот момент тоже учишься и ты тоже больше раскрываешься. Да, ты и сам становишься. Да, это будет как, допустим, спарринг, это как спарринг-партнер. Ты на классе другого человека тоже растешь. Я вот снимался у Владимира Ивановича Хатиненко «Демон революции». А сейчас вышел фильм «Ленин. Неизбежность». И там Ленина играл Евгений Миронов. А я играл Зиновьева. И мы все время были с ним в сценах. И я, так сказать, каким-то периферийным зрением все время наблюдал за ним. Как он ведет. И такой урок для меня большой был. Это учебный процесс. Да, учебный процесс. И я потом даже в конце съемочного периода зашел к нему в гримерку и сказал большое спасибо и много чему научился. Друзья, это был открытый диалог. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин